МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...отсутствие у жителей информации о предполагаемом производстве. Следующие все обсуждения, которые они там пытались сделать, опять же, все по сарафанному радио мы узнавали. Почему там не присутствовали? Как? Нет, которые они там, когда приезжал, смекали к нам. Никогда это не обсуждалось, нигде ничего. Мы узнавали это чисто стихийно. Почему создали рабочие группы, так называемые, в которых мы никого не делегировали? И они в правительстве подписывают соглашение о бурении воды, например. Почему нам говорят, что решение не принято, а областной бюджет, законодательное собрание, выделил 42 миллиона? Кому мы должны верить? К спорам о плюсах и минусах строительства цементного завода приводились самые разные аргументы. Большинство волнует экологическая безопасность своего района. Мы просто знаем, какие есть заводы. Мы ездили рядом в Пензу, смотрели аналогичный завод. Там ужасно, там люди возмущены, потому что у них так же вырубаются леса, так же у них понижение вод, в воде какие-то пятна у них там. Мы просто боимся этой экологической катастрофы у нас здесь. В целом же вчерашняя встреча с населением показала одно – совместный диалог между жителями и властью необходим, как воздух. Теренгульцы должны иметь всю необходимую, а главное – достоверную и документально подтвержденную информацию не только о заводе, но и о дальнейшем развитии муниципалитета. Это далеко не последний выезд членов общественной палаты в Теренгульский район. Улправда продолжает следить за развитием событий. Юлия Дегтярева, Руслан Баталов, Новости Ульянской правды.